Премьер-министр Японии Синзо Абы заявил, что готов заключить мирный договор с Россией после решения территориального вопроса. Спор о принадлежности Курийских островов и Туруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи остается нерешенным уже 70 лет. По словам премьер-министра Японии, договоренности с Россией, достигнутые в 2016 году, постепенно исполняются. Страны ведут совместную хозяйственную деятельность на островах, а бывшие жители могут посещать места захоронения предков. Конечно, обе стороны будут придерживаться своей позиции, но жизнь берет свое, и экономическое сотрудничество идет полным ходом. Если так пойдет дальше, то острова перестанут быть таким барьером разделяющим, а станут мостом, который нас соединяет. Всегда можно найти какую-то форму дополнительного соглашения о совместном использовании островов, но без пересмотра итогов мировой. В сентябре в ходе проведения Восточного экономического форума президент России предложил заключить мирный договор между двумя государствами до конца 2018 года без предварительных условий. Японские власти отказались от предложения до решения вопроса по территории. Несмотря на спорную ситуацию, взаимодействие необходимо обеим странам. Сейчас у нас могут быть новые санкции. В ноябре нам Соединенные Штаты угрожают очередной порцией. И вот в этих условиях, конечно, нужны сильные экономические партнеры, которые могут и инвестиции свои вкладывать в нашу экономику. А мы, соответственно, Японии нужны после Фукусимской аварии. И особенно сейчас нужны энергоресурсы, которых у нее, собственно, нет. И российские были бы очень удобным дополнением к тому, что она приводит к Ближнему Востоку. Российско-японские отношения распространяются не только на политику и экономику. Взаимодействие происходит и в научной сфере. Казанский федеральный университет сотрудничает со многими японскими вузами по обмену студентов. В августе 2017 года было получено подтверждение от Университета Канадзава о выигрыше совместной заявки КФУ Университет Канадзавы-Рикен по программе грантов «Подготовка лидеров будущего» Министерства образования, культуры, спорта и науки Японии. Согласно этой программе, ежегодно около 100 студентов из Университета Канадзавы будут приезжать в КФУ. И около 70 студентов КФУ в Университет Канадзавы. Уже на конец сентября 2018 года Казанский университет принял 80 человек из Канадзавы. А Канадзавский университет принял 30 студентов из Казанского университета. Перечень совместных проектов Института фундаментальной медицины и биологии КФУ и Рикен вошел в специальный выпуск правительственного информационного сборника «We are Tomodish», посвященного сотрудничеству Японии и России, опубликованного в преддверии визита в Японию в декабре 2016 года Владимира Путина. Два проекта КФУ и Рикен вошли в список приоритетных российско-японских проектов, утвержденных на встрече президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синзо Абе. Казанский университет осуществляет ряд научных разработок и для японских компаний, в частности для корпорации Язаки. Артем Тупичкин, Универ Ньюс.